Всем привет! Сегодня поговорим о Турции и Турках, а в частности я хочу рассказать, может быть, поподробнее объяснить, кого это интересовало всегда, про то, как турчанки и почему они так поступают, как они разводятся с турками. Вы, может быть, уже в курсе из истории, которую читали в интернете, видели на канале, в всяких историях и вообще, короче, с этой темой знакомы. Я думаю, многие об этом слышали и знают, что бракоразводный процесс в Турции, это суд, когда идет, да, это такое же долгое дело, как суд, например, по уголовной ответственности. Я не аз тут в турецком законодательстве, но в моей памяти до трех лет на примирение дается сторон, то есть бракоразводный процесс, дела в обороте, они могут идти три года минимум вообще, да. То есть как там подается заявка на развод, например, какая-то из сторон открывается дело, отказывается, говорит, например, нет, я мужа или жену свою люблю, разводиться не хочу, дайте нам шансы, по закону три года дается, до трех лет, если в течение трех лет не пришло мирное соглашение или люди не сошлись обратно вместе и так далее, тогда их точно и через три года опять собирают, короче говоря, все равно в итоге разводят, то есть три года на примирение сторон дается. Был бракоразводный процесс в Турции очень долгий, затяжной, я вам рассказывала там, опять немножко повторюсь, да, кто не в теме, если нечаянно открыл это видео, эту тему, собираются доказательства, улики, очень важно, кто начал развод, кто пострадавший жертва, кто инициатор, кто, например, изменил или еще что-то, или там бил, абьюзил и тому подобное. Для начала вкратце скажу, почему дается срок вот этот на три года, такой долгий, когда у нас, казалось бы, пришел и сказал, я хочу разводиться, и там, и я хочу, а давайте их разводем три месяца там условно, да, и всех вас развели еще раньше, там, по почте развели. Почему? Потому что здесь очень сдерживающих факторов много, здесь очень часто, знаете, здесь не будут помогать жертве, даже домашнего насилия, пока она сама не попросит о помощи. Условно, если будут слышать, что там кого-то бьют по-соседски, там муж издевается там над женой или еще что-то, она не орет, помогите мне, спасите, вызовите полицию, не просят, другие тоже влазить особо не будут, пока она сама не попросит. Здесь есть такой внегласный закон, потому что никто не хочет быть потом виноватым, очень часто, как здесь разводится, а и позор, потом семья очень часто давит, да, когда произошел конфликт, потом они сходятся обратно пострадавшие, вот такие вот эти абьюзы происходят, они длятся, не разрешаются, семья очень часто давит и на жертву, или там на абьюзера и так далее. В общем, очень большой процент, далеко больше 50%, 70-80%, после конфликта или в процессе абьюза, какой-то вспышной ситуации, семья либо общество надавливают, либо там, в принципе, в семье так воспитано, что это АИП разводится, и до развода, да, там, разбирательность, подача заявлений даже не доходит. И эта вся история дальше продолжается, они так дальше мучаются. То есть люди, менталитет друг друга-то знают, и сами, у самих, может, в семьях такая же история, да, и поэтому вот в это влазить, пока четко жертва сама не скажет, помогите, вызовите полицию, там, не знаю, помогите мне уйти от него и еще прочее, не будет этого запроса, не будет помощи. Виноватым никто быть не хочет. И вот эти три года долгий срок на примирение отдаются с этой целью, что если кто-то поднажмет, из родственников поднадавит, заИПИТ и тому подобное, чтобы не бегать туда-сюда, развились, потом они им дали быстро развод, они потом поженились, опять вот этой ерундой не заниматься, так как это частое здесь дело, они государство по закону прописали, что долгий срок. И сейчас, может, закон вроде как, слышала, менялись, говорят, два года дают. В общем, неважно, но какой-то годичный срок есть на вот это примирение сторон. В свою очередь, как турчанки разводятся со своими мужьями. Очень часто этим сроком на три года, на два года им пользуются в своих корыстных целях. То есть турчанка всегда в разводе набивает себе цену. Почему очень мужчины многие боятся, жениться не так легко, идут на свадьбу, брак и расписываться боятся? Они прекрасно знают, что потом в Турции развестись очень трудно. Не только дети имущества, а вообще морально, чтобы она от тебя отстала, жена твоя или твой муж также от тебя, да, это очень тяжело и трудно разводиться. Это нелегкий процесс. Поэтому вступают в брак довольно-таки со скрипом, назовем так, да, или кто-то не хочет. Это определенный страх, потому что они знают, люди, как потом из этого трудно выходить. Так вот, развод и вот этот срок на примирение для турчанки – это всегда повод поторговаться, набить себе финансовую цену и выйти из развода с максимальными выигрышами, с минимальными потерями. Проблемы наших девочек очень многих, когда они, например, если им изменил муж, и ударил там еще что-то, 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 очень глупо поступают, непрагматично. Я понимаю, эмоционально, но надо думать мозгами в этом случае. Если у тебя хватило мозгов вступить в брак, то пусть, посмотри, как тут женщины живут, что-то в обществе происходит, поучись у них. И, например, если у тебя сложное отношение, брак на волоске держится, проработай заранее себе план, как ты будешь себя вести, если у тебя настанет развод. Учитесь, девочки, этому турчанок. Проблема наших девчонок. Собрала вещи и улетела к себе на родину, сгреблась. Или собралась, ушла от него, или легко дала ему развод, подписала быстренько все бумаги. Турчанки так не поступают. Они разъезжаются там, уходят, к родителям возвращаются, еще что-то, детей там прячут и так далее, но развод на бумаги не дают. Они засылают адвоката на решение, на встречи идут общения через адвокатов. Я уже рассказывала, как разводиться с турком. Собирают компромат, всякие переписки. Угрозы, если они есть и так далее. Неверности к супругу и тому подобное. Компроматик собирают, потом с которым выигрывают дело. И выигрывают финансовые, именно прям финансовые отступные и компенсации. Конечно, когда, если для наших девочек скажу, например, у тебя вообще жесть история, мужу реально избивает, маньяк какой-то, назовем так, да, неуправляемый. У тебя там ребенок есть. Но, да, надо уходить, убегать от такого. Если ты там, не знаю, у тебя есть гражданство и так далее, ты идешь в центр помощи женщинам, которые здесь есть такие, да, вот попросить помощь, и тебе ее дадут здесь. Попроси только о ней. Объяви об этом. Здесь вообще, в принципе, последние годы, в связи с отменой Стамбульской конвенции, вообще больная тема здесь в обществе у женщин. Ну, короче говоря, женщинам очень помогают, прям, без разговоров. Если ты боишься, что за тобой ребенка не оставят при разводе, у тебя есть страх его потерять, что, например, у тебя какой-то властный, финансово защищенный супруг, а ты здесь никто никак, у тебя ничего за тобой нет, тебе не с чем судиться, то есть никаких у тебя козырей вообще нет, да, то да, в таком случае я за то, что вот тут уже как бы страх идет о терять ребенка. Конечно, сжигать мосты, бежать быстрее, пока есть возможность как-то выехать, вывезти ребенка и уехать к себе на родину, и разводиться по почте, я это называю, то есть через консульство подавать запрос, и весь развод будет идти через МИД вашей страны, и Турция, короче, твоя страна будет разводиться через консулов. Ты не должна там возвращаться в страну и тому подобное. Но тут уже как бы все мосты, потому что жить, да, вы понимаете, что все, короче. Я к тому, что мышь про турчанок сегодня. Что турчанки делают? Если девочки попадают в отношения с турком, который разводится с какой-то турчанкой, вы, наверное, их ненавидите, мужу, или ваш бывший парень там, короче, прокреленает свою бывшую жену турчанку, или что-то в этом роде, я таких историй очень много слышу, а вы всегда встаньте на место турчанки. Вы потратили время. Очень часто это женщины незащищенные или неработающие. Короче говоря, они выходили раз, скажем так, навсегда замуж, не думали, что они будут разводиться. Короче, это очень большой брак, удачно выйти замуж. Для турчанки это одна из больших ставок в жизни. На уровне образования, какого-то уровня жизни выйти замуж, то тоже грамотно, хорошо выйти замуж, в смысле финансово быть защищенной и так далее. Это очень важный момент. Поэтому они очень избирательны в этом плане. И когда они делают такую большую ставку, это очень важно в их жизни, и они, естественно, не планируют разводиться. Если по каким-то причинам он встретил вас или другую женщину, там еще что-то, и если она, например, не готова прощать измены, а мужа вообще какая-то другая на стороне семья заводится, и так далее, она решила развестись, она выживает поэтому по максимуму. Потому что изначально это была очень крупная ставка в ее жизни. Здесь не так легко к этому относятся. Типа, ой, расписались, ой, быстро разбежались, развелись и все, короче, просто документы получили. Здесь все это посерьезнее. Так вот, есть такая хитрость и уловка, чем шторчанки пользуются. Во время развода, вот эти три года на примирение, они максимально закручивают гайки. Ну, возьмем классическую историю, например, их может быть разных миллион. Например, ее муж изменял, она его как-то засекла или там узнала, или там он сказал у меня новые отношения, дай мне развод, я хочу на другой жениться, что-то такое. В этот момент, или, например, очень часто мужчины так не делают, они пытаются скрыть и просто говорят, ой, мы друг к другу не подходим, типа не сошлись с характером, прожив 20 лет вместе, например. А на самом деле у него кто-то есть, какая-то женщина, новая пассия, он это скрывает. Почему? Потому что если тебя уличили в измене, ты в принципе виноват, ты там будешь финансово просто отдавать все, что у тебя есть, останешься с голой попой, по сути-то. То есть вот я говорила о чем вначале, важно, кто подает заявление, кто пострадавшая сторона, а кто провоцирующая, да, то есть кто абьюзер-агрессор в отношениях, а кто жертву, кому, например, изменили. Я, как всегда, до этого видео у меня было. Жертвой быть в Турции, решать конфликт, и через жертвенность нужно, чтобы тебя все жерелись, тебе больше, короче, перепадает в таком случае. И вот в течение этого времени, если женщина чувствует, что ему что-то где-то изменяет, а он это скрывает и, типа, просит просто развод, просто так, типа, не сошлись характерами, она пытается максимально, даже есть истории на, как сказать, следят, нанимают детективов всяких и тому подобное, ищут компромат, измены, какие-то женщины, даже платежки с банковских карточек, что-то там оплачивал, я не знаю, отпуск где-то в отеле на две персоны, а в отель позвонят, спросят, а кто был, заселялся по таким-то датам и так далее. То есть довольно-таки реально расследование, серьезная история идет. И если уже открыто даже мужчина, например, какой-то при финансах хороших, говорит, там, вот у меня есть другая женщина, дра-ля-ля, дай развод, она затягивает турчанка, и она понимает, что она уже никак это обратно не открутит, не вернет, что все, он полностью разводится с ней, никак, короче, не сохранить брак, и будет вот этот общественный поип, она будет брошенкой в глазах общественности, хоть и жертва, но она все равно брошенка, у всех всегда есть мысль такая, с ней развелись, типа, не смогла удержать мужика, типа, тоже у нее какой-то косяк, назовем так, есть, ну, здесь масса так рассуждена, не все, конечно, но очень многие так и люди подумают. Но она тоже этого не хочет, ощущения к себе осуждения, какого-то вот этих взглядов, пересглядов, пересудов. И если она понимает, что это все конец, перспективы никакой, то турчанка в тот момент максимально закручивает гайки, и начинается финансовый торг, она просит впрямую себе отступные финансовые, то есть, например, выплатит, я не знаю, мне там 30 тысяч лир, например, и я тебе дам развод, то есть, это прямой торг идет, ну, как невымогательство можно назвать, но это на законном уровне, через адвокатов, пожалуйста, то есть, подписывается договор вот этот примирительный, если ты хочешь не три года, то есть, в любом случае, через три года нам или два, там, какие сейчас юридические нормы, развод будет, и она ничего не получит, например, отступные, а если тебе очень горит, или, например, твоя новая пассия беременна, и там, она тебя тоже поддавливает, и ты будешь просто рад уже рассчитаться с ней, чтобы она отстала, дала развод, и тут вступить в новое отношение, вот на это рассчитано, если вот мужчину уловили уже в чем-то таком, есть что с него там потрясти, назовем, максимально закручиваем, так турчанки разводятся, понимаете, правильно, нет, это неплохие, меркантильные и так далее, вот честно, я бы раньше, может, так же рассуждала, пожив прилично в Турции, посмотреть какой тут семейственность, преемственность, отношения и все-все-все прочее, я считаю, что эти женщины делают, ну, где-то это можно, скажем так, не скажу прям правильно, кто-то это делает довольно-таки хитро, некрасиво, но я считаю, это довольно-таки справедливо, когда ты вступаешь в отношения, и вот с этими условиями, не как в наших странах, а когда это ставка раза в жизнь, когда разводится это позор, у нее тоже, понимаете, здесь вот эта ценность брака, почему так трудно развестись, ценность этого другая, это очень важно, разводиться это очень позорно для кого-то, остаться в разводе, дело не в содержании или в чем-то, морально это позор, это на тебя будут смотреть, коситься и так далее, судачить это 100% за спиной, и исходя из этого, женщина же постарается максимально что-то себе, короче, свои раны как-то залезать, что-то с мужчиной снять и тому подобное, поэтому я бы их не осуждала, не кремила, ой, меркантильные плохие, это часть их культуры и воспитания, у них брак, отношение к нему, это вот я повторюсь, это другие ставки совсем, не так легко и просто, как у нас, это все посерьезнее, поэтому и сдержки, и разводы, оно здесь серьезней, дольше, и это большие финансовые разговоры, какие-то на эту тему идут, вот, я вам что хочу сразу отметить, что, пожалуйста, девочки, проверяйте у своих турок паспорта, именно в электронном виде на сайте государственном и давлете, если они в браке состоят или нет, карточку, паспорт, таким лик, его можно не переменить, если ты развелся или не развелся, можно не поменять, надпись может быть фальшивой, вся официальная информация, человек разведен или нет, в электронном виде на госсайте, знаете, у нас в России это госуслуги, они такие сайты есть вообще в каждой стране, по сути, да, вот только там достоверная информация, я не говорю там бросать таких мужчин, и не встречаться, я имею ввиду, девочки, будьте осторожны, что эта история может затянуться надолго, если у вашего мужчины есть деньги, и он говорит, что жена с него тянет там и так далее, но он может быть жадным, и просто не хочет ей давать отступные от откупа, чтобы это все закончилось быстрее, потому что он знает, через три года все равно у них будет встреча, все равно им дадут развод, потому что примирение сторон не произошло, осуждать в этом плане стурчанку или нет, всегда встаньте, будьте практичнее, подумайте, у вас дети есть, например, общее имущество какое-то нажитое, может, и мужчина не сахар сам был, она тоже пожила, но она тоже имеет право, назовем так, на некую компенсацию, каждый из этого что-то свое выносит, она тоже на него время тратила, свои лучшие годы и тому подобное, то есть я считаю, что это не супер как-то ужасно, несправедливо и тому подобное, здесь тоже есть везде, знаете, медаль надо с двух сторон посмотреть, вот так я хотела сегодня вам рассказать, как здесь разводятся турчанки, если вы каких-то других стран расскажите, как у вас это происходит, в странах очень интересно, потому что, как минимум, наше постсоветское пространство и Турция в этом плане очень отличаются, есть разница, хочу еще сказать, чтобы вы ставили лайки, подписывались на канал, писали обязательно комментарии, чем больше этого, тем больше продвижения канала на YouTube, если кому-то, у меня всегда в почте, в инфобоксе моя почта указана, если вам кому-то, кто переезжает в Турцию, сейчас нужно снять, купить квартиру, оформить и комет, какие-то документы, у меня есть на хорошие знакомые, юрист и риэлтор, если вам нужно надежно проверить, человек напишите мне на почту, я поделюсь с вами контактом, спасибо за внимание, жду ваших писем на почту, и если вам нужна моя консультация как психолога, пишите в теме письма консультация, спасибо, всем пока.